МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детскую площадку в парке имени Зернова должны были сдать еще в сентябре, но сроки постоянно сдвигали. Последний раз было озвучено, что строительство завершат 20 декабря. Однако в этот день на объекте еще шли работы. За ходом строительства пристально наблюдали депутаты городской думы. На 20 декабря был назначен выездной комитет, на который пригласили представители администрации. Однако в тот день никто из муниципалитета на встречу приехать не смог. Поэтому официально комитет отменили. Но инициативная группа депутатов все-таки решила проверить, как продвигаются работы и готова ли площадка к сдаче. Но на сегодняшний день работы выполнены по уверениям подрядчика на 98%. Но визуально мы можем сказать, что это действительно так. Остались некоторые недоделки по травмобезопасному покрытию, по установке некоторых лавочек в разных игровых зонах. А в целом объект практически готов к сдаче. Несмотря на то, что на площадке шли работы, в это время там гуляли дети. Никаких сигнальных лент или строительных заборов нет. Представители подрядчика уверили, что все ленты, которые они вешают, дети быстро срывают. Но, насколько я понимаю, что все сооружения уже закреплены. И, насколько я понимаю, большой опасности не представляют. Хотя, вообще-то говоря, все-таки все эти требования необходимо выполнять. И, в общем-то, я бы тоже рекомендовал подрядчику повнимательнее к этому отнестись. Больше всего вопросов вызывает покрытие площадки. Сегодня идут разговоры о том, что, скорее всего, весной его придется укладывать заново. Это означает, что полноценно пользоваться новой площадкой саровчане смогут еще не скоро. Вопрос обращения с ТКО – один из самых обсуждаемых в последнее время. Как будем платить и, главное, сколько? Ответов пока не знает никто. На очередном заседании думских комитетов депутаты, несмотря на отсутствие кворума, пытались разобраться с новыми правилами сбора, хранения и утилизации твердых коммунальных отходов. С 1 января начинает работу региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Нижегородская область разделена на 9 зон. Практически за каждую из них несет ответственность свой оператор. Саров включен в зону 7, которую в течение 10 лет будет обслуживать МСК НТ. Погрузка теми же мусоровозящими компаниями, которые у нас занимаются с контейнерных площадок, в свои машины, доставка до нашего же полигона, тот же маршрут, там перегрузка в мультилифты, прибытие мультилифтеровоза, который будет отправлять твердые коммунальные отходы на полигон МАК-Групп. Новые схемы обращения с отходами вызывают много вопросов, однако главный из них, какие утвердят тарифы, так и остался пока без ответа. Ну есть только предварительная информация, она еще, скажем так, не совсем точная. У меня есть цифры, но я бы не хотел озвучивать их. Почему? Потому что они пока только чисто информационные, неофициальные. Думаю, что в ближайшие 2-3 дня информация дойдет о стоимости тарифа. Что касается нормативов, то они будут приниматься в январе. Сейчас специализированная организация должна провести исследование и сделать заключение о накоплении мусора. Если они будут отличаться от существующих норматив в сторону увеличения, то, естественно, это тоже приведет к увеличению стоимости оплаты. Еще один вопрос повестки заседания комитета касался похоронного дела. В следующем году на территории кладбища планируют построить бокс с залом для прощания площадью 18 квадратных метров. Там же будет находиться 10-12 холодильников для хранения тел. На эти цели выделят 5 миллионов. Авария на Чернобыльской АЭС произошла более 30 лет назад, но государство до сих пор выполняет свои обязательства перед людьми, которые потеряли здоровье на ликвидации последствий крупнейшей радиационной катастрофы. В администрации вручили государственные жилищные сертификаты за счет средств федерального бюджета тем, кто непосредственно принимал участие в ликвидации последствий на ЧАЭС, а также членам их семей. В совокупности с выданными сегодня сертификатами с 2006 года будет уже 36 семей участников ликвидации последствий на Чернобыльских АЭС, которые получили средства. Ликвидаторы Чернобыльской аварии стали участниками федеральной целевой программы в 2016 году. Михаил Буданов получил сертификат на 2 миллиона рублей, учитывая, что в семье 6 человек это было приятным подарком к Новому году. Другой сертификат вручили вдове и сыну ликвидатора катастрофы. На 2019 год в списке претендентов на получение жилищных сертификатов включена еще одна семья. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Опубликован график работы поликлиник в праздничные дни 31 декабря, 3 и 6 января. Детская поликлиника и поликлиника номер один работают по субботнему графику. Стоматологическая поликлиника 3 и 6 января работает по субботнему графику. 30 и 31 декабря, 2, 4, 5 и 8 января стоматолог будет принимать в больничном городке с 8 до 13 часов. 1 и 7 января горожанам окажут экстренную помощь по вызову дежурного врача приемного отделения. Саровская полиция напоминает, что государственные услуги можно получить в электронном виде на едином портале госуслуги.ру. Предварительно необходимо зарегистрироваться и подтвердить учетную запись в отделе полиции в кабинете номер 104 по улице Советская, дом 1 или в многофункциональном центре. Саровский коллектив занял второе место на конкурсе высокой моды национального костюма «Этна Эрата». Разработала коллекцию Нижегородской ярмарка модельер Елена Бабинова. Саровчане стали призерами в номинации «Этнические мотивы в современном костюме». Члены Ассоциации промышленников и предпринимателей города Сарова подвели итоги года. В состав организации входит 38 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. В Ассоциации оказывают юридическую помощь, содействие в оформлении документов и проводят консультации в сфере налогового законодательства. Одно из приоритетных направлений – включение предприятий Сарова в конкурсные процедуры госкорпорации «Росатом». Одно из задач Ассоциации, которые я на сегодняшний день вижу, это все-таки такая номенклатура продукции, услуг, возможностей, которые имеет предпринимательское сообщество Сарова. Валентин Костюков вручил активным участникам Ассоциации благодарственные письма по итогам плодотворной работы за уходящий год. Предприниматели отметили за сотрудничество и поддержку в реализации поставленных задач. Круглосуточная работа с учениками и родителями. В Сарове подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Классный руководитель-2018». В финале за звание победителя боролись учителя 5-й и 12-й школы и 15-го лицея. О воспитательных системах конкурсантов и их умении найти выход из нестандартных школьных ситуаций расскажем далее. У них различный возраст, педагогический опыт и совершенно разные ученики. В финал конкурса «Классный руководитель года» вышли учителя трех школ города. Традиционные ролики презентации и доклады о воспитательных системах показали, что все конкурсантки нацелены на победу. Поддержать финалисток пришли коллеги по работе. Наша воля лучше всех! Верим вы в ее успех! Ура! На заключительном этапе конкурсанткам нужно было продемонстрировать, как они могут справляться с нестандартными педагогическими ситуациями. Что делать, если ребенок рисует на заборе, трогает экспонаты в музее или просто слишком загружен учебой. Но педагоги решили и эти задачи. По результатам конкурса победителем стала учитель начальных классов 5-й школы Ольга Липина. Я считаю, что это не профессия, это вообще образ жизни. Потому что даже дома, занимаясь своими детьми, мыслями, ты улетаешь к своим ученикам и планируешь, что ты с ними сделаешь завтра, что ты с ними сделаешь через неделю. Также в конце года подвели итоги еще нескольких конкурсов. Юлия Пичугина, учитель 13-й школы, стала победителем в номинации «Современный учитель начальных классов». А воспитатель детского сада номер 4 Мария Илощенина заняла первое место в конкурсе сайтов педагогических работников. Подарить частичку доброты перед Новым годом просто. Волонтеры Саровского политехникума в рамках благотворительной акции собирают продукты первой необходимости, а также сладости и предметы личной гигиены для постояльцев дома престарелых деревни Осиновка Дивеевского района. Как присоединиться к акции, выяснила наша съемочная группа. Традиционно в преддверии Нового года волонтеры Саровского политехнического техникума организуют акцию «Подари частичку доброты», где собирают подарки для пожилых людей. Чтобы бабушки и дедушки не чувствовали себя одинокими и брошенными. Студенты получают уникальный шанс стать настоящими волшебниками и совершить маленькое новогоднее чудо. «Подводя итоги уходящего уже 2018 года, год был назван годом добровольца, и мы решили добровольно провести эту акцию. Готовимся мы к ней уже порядка одного месяца. Дети приносят продукты, предмет личной гигиены, разные вещи». Студенты не только приводят подарки одиноким пенсионерам. В этом году волонтеры подготовили для бабушек и дедушек новогодний концерт с песнями, танцами и интерактивной программой. «Главная цель данных акций – это, естественно, окружение заботы и любовь тех людей, которые в этом очень нуждаются. И, наверное, наш мир достаточно сейчас регламентированный, очень материальный. И для того, чтобы быть отчасти или учиться быть добрее, обязательно участие обучающихся в этих акциях». Уже 26 декабря волонтеры Саровского политехнического техникума отправятся в село Осиновка, где вручат подарки и порадуют своими творческими номерами одиноких бабушек и дедушек. Русская, европейская и паназиатская кухня в гастрономическое путешествие приглашает саровчан ресторан «Прайм». В обновленном меню блюда по душе найдут даже самые привередливые гурманы. Предновогодняя суета ворвалась в наши жизни и наполнила сердца приятным ожиданием чудес. А в ресторане «Прайм» к главному и всеми любимому празднику уже подготовили подарок для саровчан. Обновленное меню, в котором нашли отражение самые актуальные гастрономические тенденции России, Европы и Азии, а также пожелания гостей. Баранья рулька, паприкаш с говядиной, итальянские голубцы, нежнейший тунец собственного посола и новые роллы. Составляя меню, шеф-повар ресторана «Прайм» сделал все, чтобы каждый нашел в нем блюда по вкусу. Желание удивить гостей, которые приходят к нам провести свой досуг, время, удивить ярким вкусом, красивой подачей. Холодным декабрем так хочется согреться. Новая линейка супов поможет вам в этом. Традиционный русский борщ, тайский томкха, супы и пюре. А для тех, кто следит за фигурой, суп дипола – исключительно полезный, но при этом невероятно вкусный. Ароматный суп дипола подается с нежным лососем, ароматным луком, пореем, виржаным и гренкой. Выбор блюд из мяса в «Прайме» удовлетворит даже самых притязательных гурманов – свинина, говядина, баранина и, конечно, курица. Гармоничное сочетание ингредиентов, авторские соусы и изысканная подача превращают обычный обед или ужин в настоящий гастрономический праздник. Чикен виржиния – это нежное куриное филе, подается с овощами гриль и печеным томатом. Специальное предложение этой зимы – десерт «Лесная сказка». Нежнейшее суфле с кусочками сочной груши на подушке из шоколадного бисквита. Ни к чему описывать вкус, нужно пробовать. Проникнуться атмосферой праздника и насладиться как новыми, так и уже полюбившимися блюдами вы можете уже сегодня. Двери ресторана «Прайма» открыты для вас каждый день. Бронь столиков по телефону 67 505. Зима в разгаре. Самое время покупать новую шубу. Тем более, что в Ледовый дворец с выставкой-ярмаркой своих изделий приехала кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у вас есть возможность приобрести шубу из качественного меха с ощутимыми скидками. Классическая норка и демократичный мутон «Теплый енот» и стильный кролик «Рекс». Более тысячи изделий из натурального меха представлены в Ледовом дворце на ярмарке «Зимняя сказка». В этот раз для вашего города у нас специальное предложение. То есть вот такую норковую курточку можно приобрести по цене всего лишь за 27 тысяч рублей. Данную курточку из мутона по смешной цене 7 тысяч рублей. Также на нашей выставке есть и старые акционные приложения. Курточку из кожи можно приобрести по цене 4 тысячи рублей. И вот такую курточку из халфайбера по цене за 1 тысячу рублей. Натуральная шуба согреет вас в самые лютые холода. А ассортимент моделей на выставке «Зимняя сказка» позволит вам выбрать изделие по душе. Цены на мутоновые шубки здесь начинаются всего от 7 тысяч рублей. Это самый доступный мех, но при этом стильный и ноский. Современные технологии выделки позволяют шить модели, которые отвечают всем модным тенденциям. Необычный крой, различные расцветки, отделки рукавов и карманов удачно выделяют шубы от «Зимней сказки». Норковые шубы – это уже не просто пальто на зиму. Это удачное вложение средств. Прослужит такая шубка вам долгие годы и при этом никогда не выйдет из моды, потому что изделие из норки – это вечная классика. Шубы из чернобурки и енота для тех, кто любит очень теплые изделия. Модели автоледи для тех, кто передвигается на автомобиле и мечтает о короткой шубке. А еще шубы-трансформеры. Покупая одно изделие, вы получаете сразу три. Традиционно на выставке «Зимняя сказка» большой выбор курток из ака кожи и холофайбера, меховые жилеты, а также огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки, домашняя обувь и сувенирная продукция. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях. Для удобства покупателей на нашей выставке присутствует наша внутренняя рассрочка фирмы. И за наличный расчет в зависимости от модельки мы делаем скидочки до 50%. «Зимняя сказка» в Ледовом дворце с 20 по 23 декабря с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok